Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня у нас есть возможность познакомиться с молодой художницей Абщой Хагбой. И есть приглашение в ее прекрасную квартиру, где находится ее мастерская. Абща, расскажи, пожалуйста, о том, каким было твое детство, твоя жизнь с родителями, в семье. И как тебе кажется, это повлияло на то, кем ты являешься сейчас? Я только вот недавно, когда мы перебирали, мама делала в квартире ремонт, мы начали перебирать ее картины. И, может быть, до недавнего времени я вот сейчас начала понимать, вот когда говорят, твой любимый художник, твои любимые работы. Со временем я начала понимать, что в свое время, каждый период я всегда считала, что это Ван Гог, 16 лет, Гоге, ну как, мы все приходим через импрессионистов. А сейчас я понимаю, что это все-таки студенческие работы моей мамы. Потому что они были в нашей квартире, в Сухуме, на Лакобе, 69, развешены, невероятные на картоне, на бумаге. И холста тогда не было, она студентка, от конфетных коробок, она их разворачивала и там маслом писала. Потом также, конечно, висели несколько работ художников-студентов, они в Тбилиси, их же целое сообщество было. Она училась в Тбилиси? Да, и там вот художники и актеры, они же все вместе тусовались. И у нее также их, ну как бы, друзья дарили картины, и эти все картины висели у нас дома. И еще картины висели у нас в Лидзавском доме дедушкином. И я вот помню, когда в спальне ты просыпаешься, и первое, что ты видишь, вот этих вот странных человечков, которые вокруг тебя висят. И я думаю, что, конечно, отпечаток этих работ, он в любом случае какой-то отпечаток оставил, и что-то сформировалось во мне. Но это только сейчас я понимаю. Я не могу сказать, что я об этом думала когда-то. Вот до недавнего времени я даже не задумывалась над этим. Вот так вот. Ну и еще плюс, большая библиотека была и у тети в дедушкином доме, и у нас на Лакобо. Когда тебе делать нечем, а ты ребенок, ты достаешь эти книжки с этими иллюстрированными картинками, и начинаешь смотреть. Во-первых, у нее, правда, было очень много книг связано с живописью, и средневековое, и возрождение, естественно, ее любимые импрессионисты. Так что у меня была возможность за всем этим наблюдать. Дальше, седьмой класс. Ну как все дети. Мы с сестрой садились и начинали писать. Еще это такой возраст, знаешь, когда тебе хочется воссоздавать точно, что ты видишь. Солнышко, оно желтое. Там вот ананасик тоже желтый, с зелеными вот этими листочками. И в какой-то момент, наверное, мою маму замкнуло. И как раз еще в это время была открыта школьная студия Котлярова. Так как они еще и дружили, естественно, мама нас отдала. Ну еще, что после войны куда можно было отправить ребенка? Так вот, сейчас все, что хочешь есть. И вот мы ходили туда. И вот, наверное, там вот такая была атмосфера обалденная. Конечно, я считаю, что мне очень повезло, что я именно к нему попала. Плюс, конечно, это еще разные люди, которые, и разные художники, которые бывали у нас дома. Я не прислушалась о том, о чем они говорят. Но это тоже я теперь понимаю со временем, что их разговоры, их беседы, то, о чем они говорили, наверняка откладывалось. Просто ты сейчас это с себя все вытаскиваешь. Тогда для тебя это не имело значения. То есть это было окружение? Да, конечно, да. Я правда везучий человек, потому что я выросла среди абсолютно творческих людей. А вот ты говоришь, например, та же студия Котлярова, да, или школа, в которую ты попала. А что же в ней такого особенного было, если уже задумываться об этом сейчас? Ну, знаешь как, во-первых, он с нами общался не как с детьми. Критика была взрослая, обучение было взрослое, как со взрослыми людьми. И при этом абсолютная свобода в творчестве. Это не когда ты делаешь то, что ты хочешь, а когда ты в какой-то момент можешь сам остановиться, но при этом он тебе дает возможность выплескивать себя и самовыражать. То есть он тебе ни в какие рамки не вставлял. Это было, конечно, удивительно. Он с каждым ребенком, там были дети, которым было по 5 лет. И он с ними разговаривал на равных, как и со мной, подросткам 13-14 лет. Куда ты поступила после школы, вот как дальше все получалось? Когда я уже, нет, я в принципе всегда ходила к нему попеременно. Когда уже пошел вопрос о поступлении, он правда очень хотел, просил и меня, и маму, чтобы я поступила в художественное училище и продолжила дальше. Но так как мне было 16 лет, и я была уверена, что художник это не профессия, я так ему и сказала, я говорю, Евгений Георгиевич, художник это не профессия. Я могу рисовать в любой момент, когда мне вздумается. Мне нужна профессия, и я решила, что я буду гениальным юристом, адвокатом. Я поступила на юридический факультет в Кабардино-Балкарии. Кабардино-Болгарский государственный университет там окончила. Пока жила в Нальчике, бывало, я там красками не писала, но иногда возвращалась к этим рисункам, сейчас это графикой сложно назвать, но либо ручкой, либо карандашом, конечно, на каждом клочке бумаги. Иногда возвращалась, но, опять же, к этому я серьезно не относилась. Когда я приезжала сюда на каникулы, и у меня бывали приходы, если можно так сказать, я начинала писать гуашу на бумаге, и, естественно, я потом это все сворачивала в тубу, искала его, но чтобы послушать его критику, все равно интересно было. И что он говорил? Ну, был такой период, когда вот я уже училась в Нальчике, конечно, я потеряла часть чего-то, потому что у меня была абсолютно студенческая жизнь. Веселая? Ну, я не знаю, веселая или нет, но факт то, что в какой-то момент я перестала вообще задумываться о живописи, о цвете, и вот те работы, которые именно я привозила на каникулах и показывала ему, конечно, он жестко критиковал, и я вот, вот бывает же, когда вот он критикует, но я видела этот азарт в глазах, что ему нравится то, что он критикует, а тут вот я вот это чувствовала, что у него какой-то осадок по поводу того, что вот не зацепило его то, что я делала. А вот, к сожалению, не было, что ты не поступила на художественную, позже не пришла? Я не знаю, я вот сейчас не знаю, что было бы со мной, если бы, допустим, после школы у меня была возможность поступить в Питере художественную, я тогда отказалась. Я не знаю, как бы сейчас я бы писала, и просто в какой-то, я не могу тебе сказать, что я вообще не думала, что когда-нибудь я к этому вернусь, потому что я помню, что когда я вышла замуж, это 2006 год, я родила Софию, первого ребенка, тогда меня замкнуло, опять же, я гуашью рисовала, но тогда уже его не было в живых, к сожалению. И я сама собой, это просто вот как я и считала, что вот у меня есть приход, и я начинаю писать. А потом, вот, наверное, с 2010-2011 года мне захотелось писать, попробовать маслом, но опять же, я не думала, я себя никогда не позиционировала как художник, о себе никогда так не думала. Почему? Я себя всерьез не воспринимала, потому что я вообще человек, который думает, что у человека, должно быть, это либо образ жизни, ты вообще художник, это же не просто пятилетнее образование, это твоя сущность, ты без этого жить не можешь. Вот когда я поняла, что я не могу не писать, мне тогда было 25 лет, и то я тогда не думала, что я художник, просто я поняла, что с меня вот накрыло, и вот захотелось писать. Вот именно она, у меня к ней какое-то, правда, сентиментальное отношение, это, наверное, мой какой-то ребенок, по-своему, не из плоти и крови, а вот из масла и картона, но я ее очень люблю, что-то в ней такое есть, и вот, наверное, с ней я никогда не смогу расстаться. Я не знаю технически, какие в ней достоинства или какие недостатки, и правда, эту работу я никогда не оценивала. Если вот есть какие-то мои работы, которые я знаю, что где я оказалась слабой, где я, мое незнание мне не помогло, вот именно к этой работе у меня очень сентиментальные чувства, я, правда, ее очень люблю. А это кто-то? Нет. Это портрет? Это, между прочим, это тот случай, когда вот просто чистый материал, ты берешь кисточку, раскладываешь краски, и ты, когда не знаешь, чем ты закончишь. И вот у меня не было, я вот сейчас нарисую девушку вот с таким настроением, или вот у нее будет платье вот с таким, а я ее здесь и бусы повешу, или у нее здесь будет такой орнамент. Нет, это вот чаще, но у меня вообще чаще неожиданный результат. Вот она у меня вот первый неожиданный результат, но любви у меня к ней, правда, вот очень много. Попчат, а скажи, пожалуйста, вот как происходит сам процесс? Как вот ты бы с чем это могла сравнить, если с чем-то могла бы? Процесс по-разному. Иногда бывает, что вот приобретаешь вот этот холст белый, обожаю вот эти белые холсты, носят так, может, девственные холсты, и вот так поставишь, и где-то в течение недели, допустим, или трех дней, неважно, ходишь, сидишь и смотришь на этот холст, пустой, просто смотришь, смотришь, ходишь вокруг него. Пока ты на него смотришь, я могу взять, у меня так часто бывает, какая-нибудь работа висит у меня, ты видишь, здесь же висят работы. Очень часто бывает, что уже готовую работу я могу снять со стены и на ней что-то начать писать. И при этом попеременно я все равно смотрю на тот холст. Иногда бывает, что пока пишу одну работу, я могу подойти, взять и залепить какое-нибудь пятно на этот холст. Вот такие у меня часто бывают заскоки. А иногда бывает, что вот у меня в голове какой-то образ сложился, и я этот образ пытаюсь выплеснуть на этот холст. Конечно, я не могу сказать, что часто то, что я вижу в голове, у меня получается воссоздать. И там тоже идут какие-то поиски. Ну, в общем, конечно, я никогда за собой очень же сложно со стороны наблюдать. Просто я думаю, это такой процесс, когда, правда, я такое медитативное состояние, ты просто полностью уходишь. И поэтому, если кто-нибудь тебя снимал бы, даже выражение лица, потому что я не понимаю, в какой момент вот я включаюсь и возвращаюсь обратно. А потом иногда бывает, выключаюсь, и я даже время не заметил. Я не знаю, который час. У меня нет чувства голода, у меня нет никаких желаний. Я просто вот, как будто меня кто-то включил, как магнитофон, и ты как заведенно что-то делаешь, делаешь, делаешь. Откуда это, я не знаю, откуда это вот с тебя выходит. И параллельно у меня другой возникает вопрос. А откуда на все это время берется? Вот я, например, много раз видела тебя в городке с детьми. Ты в школе с детьми. В городской сумасшедшей с пакетами. Да-да-да. Там на каких-то занятиях с детьми. Девочку водила, я видела в художественную. А вот это как все сочетается? Ну, я ее до определенного времени я ее водила, а потом сейчас ей хочется быть актрисой. Это у нас сейчас мечта, и теперь она ходит на актерское мастерство в музыкальную школу имени Ковача. Я же еще работаю, я беру отпуск на работе. И вот этот вот, если я взяла отпуск, допустим, 10-дневный, эти 10 дней меня трогать нельзя. И, во-первых, мне помогают. Вот у моих детей есть бабушки, тети, и иногда часто мои дети, я счастливый человек, у них две бабушки, даже их очень много бабушек. И я могу в любой момент их изолировать, когда они были маленькие. А сейчас они выросли, и, в принципе, они, каждый из них занимается своим делом. Я не знаю, что пока мама работает, они уже знают, что мама работает, они меня не дергают. И они уже, в принципе, такие самостоятельные, что какие-то вещи я уже не нервничаю, они могут сделать сами. А так у меня был такой инцидент, эта работа сейчас у меня не находится. Я подарила ее своей подруге, у меня такой огромный картон, я писала тоже такая абстракция. И тут мой пятилетний Гена, в какой-то момент, когда я отвлеклась, он подполз, и такой отпечаток оставил на этой работе. И я думала, у меня такой был шок от того, что он испортил. А потом в какой-то момент я поняла, что это часть моего ребенка тоже осталась на вот этом вот, на вот этом вот картоне. Не закрасила? Нет, я так и оставила. Сейчас эта работа висит у моей подруги. Так сейчас, когда у нее в гостях бываю, смотрю, это его маленькая ручка. Я взяла с фейсбука, отпечатала свои работы, а тогда союз художника возглавлял от Гурдзидзари. У меня нервный стресс был, пока я ему позвонила, и говорю, можно я к вам приду, покажу. Я, наверное, что я пережила, я знаю, как я нервничала. и принесла показать ему свои работы, ну, именно на бумаге. И когда он начал их смотреть, и при этом я услышала не негатив, вот что, правда, такая была эмоциональная поддержка, и он мне лично посоветовал, что тебе, говорит, не хватает определенных знаний, вот как таблица умножения. Есть определенные формулы, которые человек в любом случае должен их знать, для того, чтобы что-то изменить, ты должен знать, что изменить. И вот он, и потом еще свои работы я показала Виталику Кацуба, я к нему на курс, к Зое Аджинджиле и Виталику Кацуба я поступила к ним на курс, и вот... училась. Да, училась, и они, конечно, им благодарны. А вот ты сказала, что критики тогда не услышала, наоборот, да, получила поддержку? А когда ты слышишь критику? Нет, я услышала критику, и услышала очень нужную и важную для меня критику, и когда я... во-первых, у нас нету критики. К сожалению, у нас в Абхазии нету профессиональной критики, и это касается не только художников, это касается всего, сейчас я в это углубляться не буду. И это не для того, чтобы обидеть художника, потому что, чтобы сделать замечание человеку, ты это же делаешь замечание не для того, чтобы сказать, как ты сделал это плохо, ты делаешь это для того, чтобы человек посмотрел на себя по другим углом и попытался расти дальше. Критика для того и нужна, для того, чтобы ты смог видеть себя со стороны, это взгляд со стороны других людей. Это не просто мне это нравится или мне это не нравится. И благодаря вот таким вот художникам, которым я им благодарна, того, что каждый из них мне когда-то давал такую критику, который я... я не просто ее... к ней прислушиваюсь, я ее хочу высасывать, урывать, потому что мне это правда необходимо и я думаю, не только мне, потому что это очень важно, когда ты слышишь конструктивную критику по поводу твоих работ. Это ты переходишь на новый этап, на новый уровень, ты опять осмысляешься. Ты не просто делаешь, как обычно, ты ищешь себя. Мы же все ищем себя, каждый по-своему в каждой профессии. Это тоже поиск себя, но все равно нужны ориентиры. Вот критика, качественная профессиональная критика это ориентир, потому что иногда даже если ты услышала отрицательную критику, это все равно тоже ориентир пересмотреть, подумать, а может быть и правда. конечно, я считаю, что это деятельность критиков, соотносить тебя к какому-то течению и к какому-то виду. Классифицировать себя, правда, я не могу, но учитывая то, что по цвету, конечно, скорее всего, у меня экспрессия. При этом у меня нет никаких рамок. Есть какие-то вещи, которые я не умею, есть вещи, которые я умею, но все равно я люблю... Вообще, у меня суть в том, что я люблю экспериментировать и не хочу себя как-то соотносить к какой-то форме, потому что, если я себя в какую-то форму вложу, то мне уже, мне кажется, там ты уже и заканчиваешься, потому что я вот такой-то, такой-то, я делаю только вот это, вот это, и только себя я в этом вижу. Это какой-то твой самоограничитель, и художник, он, наверное, все-таки это вечный ребенок, он все время что-то ищет, и пока ты ищешь, вот ты можешь писать. Если ты уже понял и достиг чего-то, я думаю, там ты уже и закончился. Если ты для себя решил, я знаю, все, ты умер. А вот, а если не так, вот, например, допустим, с другой стороны определять, ты вот, например, из своих работ выбираешь удачный и неудачный, получившийся и не очень получившийся. Ну, это тоже временной такой отрезок, потому что иногда бывает, я спешу, и думаю, ау, какой кайф, какая классная работа. Через два месяца я смотрю на эту же работу и думаю, какая она безобразная. «Музыка» 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 Вообще, самое сложное в живописи это композиция. Это правда самое сложное. Опять же, потом я вот этот холст, я помню, как я его сюда затащила и представлю, в этой квартире, особенно, я правда пишу очень грязно, катастрофа, после меня нигде не, ну, какие-то углы, ну, ужас после меня, какая грязь с красками. И когда я увидела этот холст, я там не неделю, я, по-моему, месяц вокруг ходила. И опять же, я решила сделать, как я обычно делаю, вот начну и чем закончится, то есть я не думала, что вот я постараюсь написать три женские фигуры и что я там буду делать. И вот так вот у меня потом тоже вот и захотелось, правда, чего-то яркого. Вот иногда вот бывает, знаешь, когда ты хочешь взять, бывает период, когда хочется тебе черного, ты засадишь этот черный и вот вокруг него, вот этот, вокруг этого черного цвета. А вот тут мне захотелось почему-то чего-то яркого и здесь есть такие оттенки, которые, правда, это не мои оттенки, которыми я не очень люблю писать, но... Ну, так получилось. Так получилось, да. Это тоже не названо? Это разговоры. А, разговоры. Да. Я вижу, у тебя огромная библиотека, очень прям даже завистливо на нее гляжусь, смотрю. Да, это моя любовь. Да, как ты ее собирала и что это за книги? Есть особые среди них? Нет, особых нет, потому что каждый из них, ну, во-первых, это поле чудес, потом часть... Поле чудес ты покупала на поле чудес? На поле чудес, да. Букинист наш любимый. Потом есть часть, конечно, которая мне подарена, потом, если я куда-то выезжала, я пытаюсь, если я куда-то могу выезжать, оттуда привозить книги, либо выписываю, а так вот это, наверное, вот с того момента, как я стала более или менее самостоятельным человеком, это вот все, что я собрала, смогла собрать, да. Детям разрешаешь смотреть? Ох, конечно, это для них. Это для них, я наоборот, сейчас у них такой возраст, когда я не могу сказать, что мои дети говорят, что они очень хотят читать, я пока их заставляю, да. Заставляешь? Я, конечно. Получается? Со старшей получается, но я пытаюсь находить литературу, не которую вот сейчас тебе нужно прочитать вот это. Нет, я пытаюсь находить такую литературу, которую я интуитивно понимаю, что сейчас, им сейчас это будет интересно, потому что мне же важно их чем-то зацепить, потому что очень важна твоя первая книга, то, что ты прочитала, потому что, а что дальше, а что дальше, потому что я помню, меня тоже заставляли читать. Я не могу сказать, что я была ребенком, которая вот взяла книгу, дай-ка я почитаю, а меня заставляли читать. Только единственное, что я любила, очень любила, это, конечно, репродукция картин. Вот это вот у меня с детства любовь была. Могла, что-то до вечера. Потом я истории придумывала среди них. Там вот эти персонажи, у каждого этих персонажей были свои истории, как сказки. А персональные выставки ты когда-нибудь задумывалась вообще? Ой, это, конечно, мечта любого художника. Как-то мне, конечно, мои друзья устроили невероятный праздник, тоже сумасшедший, как и я, мне на день рождения, на мой день рождения, моя сестра обманным путем, она говорит, я хочу сфотографировать твои работы. У меня, говорит, хорошая белая стена и свет. И я все свои работы, вот мне лень было тоже, все потащила к ней и у нее оставила. Я даже ни на секунду не задумывалась, что они мне устроят. И на 8 марта мне мой зять позвонил и говорит, давай пойдем, где Борис, так кофе попьем. И представляешь, такая картина. Я иду по берегу к Борисе и вижу, сидит квартет, играет музыка классическая. Я иду, молодцы, аквафон, праздник сделали на берегу 8 марта. И вижу, картины стоят. Я даже на секунду не могла подумать, что это мои. В какой-то момент я вот иду и начинаю понимать, что это мои картины. Ты знаешь, что я сделала? Я думаю, что я к ним подошла, я убежала к Борису. Я просто убежала, чтобы меня никто не увидел. Я хотела сквозь землю провалиться, а мне казалось, как они могли этот ужас людям показывать. Да, вот такой вот они мне праздник. Это была твоя первая персональная выставка-сюрприз. Вот если говорить, да, вообще я думаю, что она, в принципе, у меня была первая персональная выставка, мне сделали ее друзья. Есть такие работы, которые о тебе что-то говорят. Вот я думаю, что, допустим, это как одежда, понимаешь? Вот сегодня я когда куда-то иду, если так можно сформулировать, ты что же, твоя одежда, твой образ, это тоже твой стиль самовыражения. И если ты, когда хочешь, чтобы о тебе именно думали так, ты можешь сделать какие-то акценты, чтобы о тебе именно думали так. И естественно, что когда я выставляю работу, чтобы у человека какое-то было представление обо мне, я пытаюсь найти именно ту работу, потому что выставить все я же не могу. Когда ты выставляешь, допустим, ты делаешь персональную выставку, у человека есть возможность пройти через тебя и посмотреть, что ты и так пытался, и так пытался, и так пытался. А то тебе сказали, вот ты можешь принести две свои работы, и из всех твоих, допустим, 40 работ, ты должен же выбрать какие-то две, и вот что бы ты хотел, чтобы о тебе узнали, через какую работу ты хотел бы, чтобы о тебе узнали. Это моя зона комфорта, это то, что я всегда смогу сделать. Она, я не могу сказать, что это легко так сделать, потому что ты, когда видишь абстракцию, человек говорит, я тоже так могу, ты не сможешь так сделать, потому что, во-первых, сочетание цветов при смешивании, и плюс каждый цвет в сочетании с другим цветом дает такую динамику, или такую остроту ощущения, что ты не знаешь, ты не сможешь нарисовать то же самое. То есть это тоже определенного рода знания. Помимо того, что иногда я смешиваю на ощупь, то есть мне просто интересно, а что будет. А иногда есть такие вещи, которые я просто знаю, что так будет, понимаешь? И ты используешь уже вот эти вот знания, то есть штампы готовы. Вот как бы это для тебя штамп. Ты продавала когда-либо картину? Да, конечно. Легко расстаешься с картинами? Или как это происходит? Сложно назначить цену. Очень неприятно, потому что это же получается предмет купли-продажи. А так расставаться. С одной стороны, конечно, есть какая-то грустная нотка, но в основном неприятно. Я хочу знать, что эта работа где-то висит, потому что я знаю, что эта работа написана с положительной энергией. Понимаешь? Это же... Они же краски, они же живые. И пока ты пишешь, это такой интеллектуальный труд. Ты, правда, часть самого себя, огромнейшую часть, ты выплескиваешь на вот эти вот все холсты. И вот эта часть твоей энергии, она находится у какого-то человека. И, может быть, он даже не осознает, как вот эта палитра цветовая на холсте влияет на его жизнь, влияет на его настроение. Такой была наша встреча с художницей Апишой Хагба. Мы желаем ей удачи в ее творчестве и продолжаем искать для вас новых интересных героев. До новых встреч в эфире.